Это Иоанна Златоуста о милосердии. Как воробей, хотя бы он не всем телом попал в сеть, но только одной частью, например, ногой, находится во власти подставившего сеть, так и мы находимся во власти дьявола. Хотя бы уволлены были не всем целым телом и по вере, и по жизни, но только по жизни. Ибо не всякий говорит Господь, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И еще, но только тот, кто исполняет волю от самого Небесного. Матфея 7, глава 21 стих. Видишь ли, что и вера не доставляет нам никакой пользы, если нас не знает Владыка. И Девам тоже сказано, не знаю вас. Матфея 26, глава 12 стих. «Какая же им была польза от детства и многих подвигов, если их не знает Владыка? И во многих местах мы находим, что люди, нисколько не осуждаемые за веру, наказываются только за порочную жизнь. И напротив, иногда люди, нисколько не осуждаемые за жизнь, погибают за неправое учение. Ибо то и другое держатся взаимно. Видишь ли, что мы находимся в сети дьявольской, когда не исполняем воли Божьей. И не только за всю жизнь, но и за один порог люди часто ввергаются в гиену, если у них нет других равносильных, равноспасательных, добрых дел. Так и девы были осуждены не за блуд, или за прелюбодеяние, или зависть, или вражду, или за пьянство, или неправоверие, но за недостаток елея, то есть добрых дел. За то, что не творили милостыни, ибо это означает елей. И те осужденные, которым сказано «Отойдите от меня, проклятый в огонь вечный», также были обвиняемы не в чем-нибудь подобном, но в том, что не напитали Христа. Видишь ли, что и один недостаток милосердия может вергнуть в огонь гиенский? К чему, скажи мне, будет годен тот, кто не творит милостыни? Ты постишься каждый день, но и те девы постились, однако не получили отсюда никакой пользы. Молишься, ну что в этом? Без милостыни и молитвы бесплодна. Без нее все ничто, все бесполезно. Без нее теряется большая часть добродетелей. Нелюбящий брата своего, говорит апостол, не познал Бога. 1 Иоанна 3, 10, 4, 8. Как же ты любишь его, если не знаешь, не хочешь поделиться с ним чем-нибудь из этих малых и ничтожных благ? Ты соблюдаешь, скажи мне, целомудрие? Почему? Потому ли, что боишься мучений? Нет. Но потому, что таков ты от природы. Если бы ты соблюдал целомудрие по страху мучений, преодолевая такое побуждение, такое насилие, то ты гораздо более мог бы творить милостыню. Ибо не все равно обуздывать страсть к богатству или к телесному удовольствию, последнее гораздо труднее. Почему? Потому что последнее удовольствие естественно, посеяно и насаждено в нашем теле, а страсть к богатству не такова. Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу. А когда мы не имеем этого, то не имеем ничего. Не сказал Господь, если станете поститься, то будете подобны Отцу нашему. Не сказал. Если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу нашему. Все это не относится к Богу. И Бог не делает ничего такового. Но что? Будьте милосердны, говорит, как Отец ваш Небесный, который на небесах. Лука 6 глава 36 стих. Это дело Божие. Если же ты не имеешь этого, то что же и имеешь? Милости хочу, говорит Господь, а не жертвы. Восея 6.6 Бог сотворил небо, сотворил землю и море. Великие эти дела и достойны Его премудрости. Но ничем Он так не расположил к себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием. И то есть дело Его премудрости, силы и благости. Но гораздо более то, что Он сделался рабом. Не поэтому ли мы более удивляемся Ему? Не потому ли более благоволим пред Ним? И Бога никто столько не располагает к нам, как милосердие. Аминь.